Добрый день всем любителям кошек! И поскольку возникло такое желание, такая потребность, то давайте поговорим о разных аспектах ухода за нашими домашними любимцами. И в частности, сегодня речь пойдет о кошачьем туалете. Ну, понятно, что это одна из самых многопроблемных тем для хозяев домашних животных, но полностью решить эту проблему нельзя. Все равно будут какие-то аспекты, которые будут заставлять нам беспокойство и разного рода неприятности. Но, тем не менее, каким-то образом минимизировать для себя все это можно. Итак, во-первых, что касается выбора лотка. Я знаю, что некоторые кошки, мне случалось видеть таких, приучаются делать свои кошачьи дела в ванне. В раковине, либо даже в самом унитазе. Существует даже специальное приспособление для того, чтобы кошка могла использовать для себя человеческий унитаз. Но вот как-то это все мимо меня прошло стороной. Мне не кажется, что это совсем правильное решение вопроса. Ах, недавно видела я в одном из блогов нашумевшую такую штуку, называется нано-латок. Это какая-то фантастическая штука, какое-то космическое приспособление, которое обладает функцией чистки, мойки, просушки и способно, видимо, полностью у хозяина избавить от хлопот. То есть там специальный наполнитель, который после каждого посещения животным этого лотка промывается с шампунями, высушивается, по комнате распространяется приятный запах. Ну вот, если когда-нибудь увижу, то, может быть, не пожалею никаких средств для такого чуда. Но на данном этапе могу похвастаться и посоветовать всем тем, кто держит кошек, обычный лоток, который продается в зоомагазинах, но, к сожалению, он достаточно дорог. Я покупала подобное приспособление уже, наверное, года три назад в Москве, и на тот момент его стоимость составляла около 1000 рублей. Сейчас я тоже вижу подобные в зоомагазинах, они по-прежнему стоят около 1000 рублей. То есть для кошачьего лотка, согласитесь, цена достаточно высока. Но, на мой взгляд, цена полностью оправданная, эта вещь того стоит, потому что, еще раз, если вы держите в доме животное, то все, что связано с его туалетом, способно очень сильно осложнить вашу жизнь. Так вот, это приспособление способно жизнь облегчить, и представляет оно собой обычный лоток, только закрытый. То есть это напоминает такой домик пластмассовый, который закрыт со всех сторон, и имеется только одно небольшое отверстие, для того, чтобы животное могло проникать внутрь. Внутри содержит тот наполнитель, который наиболее вам подходит. Преимущества такого закрытого лотка очевидны. Во-первых, наполнитель, как из открытого лотка, не разбрасывается кошкой во все стороны, когда она там свои дела делает. И во-вторых, то, что это не полностью закрытое, но все-таки большей частью закрытое приспособление, приводит к тому, что запаха на самом деле распространяется намного меньше. Поэтому я бы очень сильно советовала не пожалеть денег, и все-таки купить для себя такую штуку. Очень она оправдывает вложение денег. Что касается наполнителя, пришлось перепробовать самые разные варианты, и на мое счастье, самым лучшим из них оказался самый дешевый. Значит, это опилки, самые обыкновенные, опилки хвойных пород. Вот этот брикет стоит около 40 рублей, хватает его, напомню, на две кошки, его хватает на неделю, на две, в зависимости от того, какое время года. Совершенно не обязательно использовать опилки прессованные, вполне подходят совершенно обычные. Можно и прессованные, можно и такие, из которых сформированы такие специальные гранулы, но на самом деле это вовсе не обязательно. То есть, вот самые обыкновенные опилки очень здорово выполняют свою функцию. Значит, в чем их преимущество? Во-первых, они, на мой взгляд, самые гигроскопичные, то есть лучше всего впитывают влагу. Во-вторых, когда они эту влагу впитали, кошачью, то в результате получается не самый противный запах по сравнению с наполнителями другого типа. То есть, например, с такими каменистыми или даже комкующимися. Следующее преимущество в том, что лапы у животного получаются самыми сухими по сравнению с другими вариантами. И, наконец, все-таки, хоть это и закрытый лоток, но все равно у кошки на своих лапах частицы наполнителя разносят по квартире. И, конечно, есть очень большая разница, наступаете ли вы босой пяткой на маленький камушек или вы наступаете пяткой на кусочек опилки. Очень подробно разные типы наполнителей были протестированы в программе «Среда обитания». Я поищу этот выпуск и постараюсь ссылку выложить в описании к этому видео. И, кстати говоря, там тоже был сделан вывод, что самым лучшим наполнителем для кошачьего туалета являются опилки. Следующее, что я хочу сказать, это то, что на самом деле лоток я использую не один. Это связано не с тем, что дома живет не одна кошка, а две. Они прекрасно пользуются одним и тем же. В этом смысле нет проблем, они не брезгуют друг другом. Я использую второй дополнительный лоток по той причине, что когда-то у них возникает желание сделать свои дела не в лотке, а почему-то в коридоре. Поэтому я нашла такой выход из положения, что купила еще один лоток, небольшой, самый обычный, дешевый, который представляет из себя пластмассовую ванночку и пластмассовую решетку. И могу сказать, что это выход из положения. То есть то место, которое они облюбовали для того, чтобы делать мне неприятность, теперь там стоит лоток, и они входят в этот лоток при необходимости. Что там в их кошачьих головах происходит, мне не совсем понятно. Но вот я нашла такой выход из положения, что если они облюбовали этот угол и постоянно этот угол они оскверняют, то лучше уж поставить туда лоток, раз они так на этом настаивают. Вот как я думаю. Ну и небольшое замечание по поводу замены наполнителя. Совершенно очевидно, что летом или в жаркую погоду его нужно заменять как можно чаще. Намного чаще это делать, чем в холодную погоду, чуть ли не каждый день. Кстати говоря, в этом тоже проявляется преимущество опилок как наполнителя для лотка. Да, дело в том, что они же легкие по сравнению с каменистыми наполнителями. Все-таки их надо потом выносить куда-то на помойку, выбрасывать. И в общем я припоминаю, что когда мы пользовались каменистыми наполнителями, то в общем-то и выбрасывать их было тяжеловато. Потому что они камни и сами по себе тяжелые, да их еще из магазина донести надо. Ну в общем опилки безусловно выигрывают по всем параметрам. Итак, подвожу итоги этого разговора, который был интересен только тем, у кого есть домашние животные кошки. И итог таков. Во-первых, советую не пожалеть денег купить закрытый лоток. Во-вторых, наилучшим наполнителем по моему опыту на данный момент являются самые обыкновенные опилки. И удивительное, рядом это самый дешевый вариант. И третье, если у вас существуют проблемы, что несмотря на то, что у вас есть замечательный лоток, в нем наполнитель и вы следите за его чистотой, животному не на что в этом смысле пожаловаться. Но, тем не менее, время от времени животное делает свои дела в каком-то неположенном месте, то в это неположенное место стоит поставить еще один лоток. Ну вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. Тема была, думаю, необычная для публичного обсуждения, но мне будет очень приятно, если кому-то эти сведения оказались полезными. Пока-пока. Ну вот я мельком показываю наш лоток для того, чтобы было представление, о чем идет речь. Вот у него нижняя чаша, в ней находится наполнитель. Это верхняя часть, она снимается. Это ручка для переноски, а это вентиляционная решетка. Там вставлен фильтр для того, чтобы фильтровать воздух. Но предполагается, что там вход, но там вход и есть, там дырка. Раньше этот вход был закрыт специальной дверцей для того, чтобы еще на одном этапе минимизировать запах. Но со временем дверца отвалилась. Так же, как и отвалились, и были потеряны клипсы, которые вот в этих пазах скрепляли две части. Но, собственно говоря, они не нужны, потому что нет никакой необходимости этот лоток переносить с места на место. Ну вот, такой он есть. И, конечно, по сравнению с лотками открытого типа, эта конструкция куда как более эстетичная. И когда, ну, даже при чем здесь гости приходят, да, но все равно наблюдать открытый лоток с его содержимым, это не самая лучшая идея. Все-таки, я считаю, это тот случай, когда денег не стоит пожалеть. Ну вот, вот так.